сегодня я хочу открыть какой-нибудь текст из книги бхагавадгита и какой-нибудь люди в гуне благости поклоняются полу богам те кто находится в гуне страсти поклоняются демонам а люди в гуне невежества поклоняются духом усопших до считается в индийской культуре в упанишадах считается что есть определенные гуны жизни гуны на русский язык переводится как особенность характера считается что особенность характера человека делает или создает его судьбу поэтому в случае если человек в благости или благороден что такое быть благородным смотрите благородство делится на два слова благо и второе родить то есть человек который создает благо каким образом человек создает благо он работает он интеллигент смотрите чем мы благо купируем как в медицине говорят или устраняем человек говорит я хочу этим заниматься мы говорим зачем она тебе надо ты все вы благо которые мог бы человек создать поломали то есть у него могло бы быть благо а человек который должен создавать благо поломал эти благо у человека тем самым создал неблагость и вот много таких нюансов а если разобраться как человек живет вот человек проснулся утром и пошел он на работу после этого там покричал в метро от пофыркал на работе там сделал какую-то работу там после этого с кем-то там поговорил поругался посмотрел новости вечером там поругал жену или с мужем возможно там после этого спать лег и так далее вот посмотреть его излучение жизни и сказать или поставить сделать вот такие весы и на одну часть весов поставить сколько блага для людей ты создал сколько родил ты блага для людей сколько людей вокруг тебя этими благами будут пользоваться и сколько сделал зла так вот случай если человек создает благо благость то тогда боги его слышат тут так и написано люди в гуне благости поклоняются полу богам то есть находится в гуне страсти похлоняется демонам а чтобы что значит быть в гуне страсти надеюсь такие люди утром проснулся в порно сайт после этого целый день думать о том чтобы с кем-то переспать после этого на ночь там и так далее вот они демонам служат понимаете их ничего не может успокоить я обычно говорю ну хочется сделать хочется сделать потому что так часто люди думают об этом что иногда прям хочется сказать ничего страшного ты так много думаешь а в эзотерике считается что думать это тоже плохо или хочешь делай или если не хочешь что не думай потому что если человек думает много он находится в этой гуне и демоны начинают таким человеком управлять а люди в гуне невежество поклоняются духом усопших а что такое гуна невежество гуна невежество это когда человек все время запуган и на меня кто-то влияет и на меня кто-то еще что-то и там кто-то на меня там создает влияние так далее рядом будут находиться духи усопших они таким образом привлекают к себе умерших открывается калачакра тантра и так далее вот знаете это все начинается с 9 мая давайте поменем этот незримый полк и так далее давайте то что было было когда-то от того что их кто-то сейчас знаете иногда смешным становится то есть дедушки бабушки которые дети войны им помогать не нужно но нужно делать парады для того чтобы поминать усопших что с людьми происходит непонятно сделали войну миллиарды долларов и там 100 тысяч человек там 500 тысяч человек уже погибло я не знаю огромное количество при этом дорог нет детских домов нет люди голодные там миллионы людей с больными зубами и так далее как такое может и люди говорят да мы за войну мы завоев ханы баба это что же такое с этим миром делается миллионы детей нуждаются в операциях миллионы взрослых нуждаются старики есть которым необходима помощь нет надо миллиарды тратить просто на вот это все ради чего зачем почему не из-за того что